Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Немножко отдохнули от меня. Ну и хорошо, я тут тоже делаем занимался. 7 градусов с половиной у нас на улице. Так, солнышко даже. Ну ничего, погодка хорошая. Ладно, у меня тут комментарии вообще умереть не стать. Китаец, переболевший коронавирусом, превратился в, ну как сказать, чёрного. Чёрного я слово на букву «не» не называю, нельзя. И он не один. Да, ребят, я видел, я видел тоже эти статьи, в которых китайцы вдруг стали чёрными после принятия, ой, после того, как переболели коронавирусом. Это вообще, это мрак. Ой-ой-ой, ужас. Ребят, неужели вы верите, вот это все чухнет, а? Ещё тут мне, ага. Док, зайдите на Фейсбук к Наталье Жуковской. Она выложила видео о том, как в 2003 году уже бушевал коронавирус и лечение при заболевании. А-а-а, ой-ой-ой, ужас. Да, вы что? Во, ещё Ольга пишет. Сейчас пошла новая версия, что это не вирус, а микроб. О, инфузория, туфелька, да, ребята. Слушайте, таких версий, да, вот сколько угодно, вот такой вот чухни, страшное количество, ребята. Ну, что вы, ей-богу, а? Ну, это прям вот, ну, каждый раз, и причём очень многие блогеры на этом спекулируют, ах, 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 а вот сказали, да, ой. Вот интересно. А Собчак хотела, ну, я про Собчак рассказывал, да, что она сказала, что если голодным дать деньги, то они сразу их потратят на еду. Вот Валера пишет, а Собчак хотела, чтобы они в казино потратили те копейки, которые, это говорит только о том, что так называемая элита, которая произошла от Homo Sovieticus, живёт в параллельном мире. Ну, вот я сказал, знаете что, вот я подумал, да, а сколько сейчас теряют в казино, прикиньте, да, ну, нельзя же в казино ходить, да. И я вот ещё добавил, а сколько денег остаётся у американских пенсионеров, ведь для них это популярное развлечение, ребята, да. Да, пенсионеры, ну, и зайдите в любое казино, там одни пенсионеры сидят, даже сидят в креслах, вот, с этим, с баллоном кислорода, да, он сама не может дышать, у него в нос трубочки, я такое видел. Да, вообще всё кверх ногами, всё. А, вот, Валера мне тут ответил, знаю, доктор, моя мама гражданка США, и один раз муж повёз её в Лас-Вегас, и она говорила, что там пенсионеры главные потребители. Да, так и есть, всё правильно. Валера, а чё же вы-то сидите? Мама гражданка США, ну, давно бы смотались. Ладно, это не моё дело. Вот ещё Алекс пишет, расскажите, как стать радиолюбителем с нуля. Да, ну, ребят, я тут, у меня было уже пара роликов, я много буду рассказывать про радио, ну, сейчас вот коронавирус, ну, не до того, ебогу, ебогу. Радио, ну, я понимаю, что многие хотят послушать, но всё-таки вот коронавирус – это сейчас более важная тема, да, вот, и падение России в пропасть тоже – это более важная тема. Так, объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России. А-а-а, кто не скачет, тот, как там говорят-то, а? Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сопронов. Скоро Путин выйдет на плато в белом костюме, а вокруг всё в дерьме. Так, ладно, хорошо. В России за сутки выявили 5 966 случаев заражения коронавирусом. Ну, считай, 6 тысяч, да? Много. Много, ребята, много. Ладно, смотрим дальше. В Бурятии прошли учения с применением расчётов за РКС-400. Не успокоится никак, никак не успокоится. Вот туда покрашенные фанерные ЗРК С-400 произвели захват цели на дальности около 400 километров, её дальнейшее сопровождение и уничтожение. Ой, 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 армавир какая-то, ракет-мишень. Ракет-мишень и фаворит РМЭ. О, ой, повели специальное учение по противовоздушной обороне в Крыму. Да кто же на Крым-то собирается в воздухе нападать? Кто, вы мне скажите, кто? Трамп? Трамп друг. Власти Москвы опровергли заявление о переполненных больницах. Опровергли. Не переполнены, ни в коем случае наполняются. Развернуты новые койки, бла-бла-бла. Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом. Вот так. В Думу припёрлась. В Думу. Понятно, да? А водитель заразился над водителем, который заболел на прошлой неделе. Ой, а водитель заразился от жены вот этого Калашникова. Ну, в общем, всё понятно. Лукашенко назвал сроки появления новой конституции Белоруссии. Опса! Хоккеист считает, что нужно сделать новую конституцию в Белоруссии. Ой, ой, ой. Мужской и женский чемпионат мира по гандболу завершены досрочно. Нет гандбола. Больше нету. Всё, хватит. Хватит. Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики. Последствия могут растянуться на несколько лет. И средства Фонда национального благосостояния должны быть растянуты во времени хотя бы на три года. То, говорили, на 10 лет хватит, потом на 6, сейчас уже на 3. Так. Врач рассказал о последствиях пандемии. Главврач Первой Градской больницы имени Пирогова предположил, что после пандемии коронавируса люди будут более внимательно соблюдать санитарные нормы. Ну, те, кто останутся после пандемии, будут соблюдать, конечно. И расстояние будет дистанцироваться один человек от другого на километр примерно. Ну, пещеры будут на расстоянии одного километра. Лавров ожидает новой волны обвинений во вмешательстве в США. Опа! Вот это да, товарищ лошадь выступил. И что он сказал? Я прямо сказал, что мы предвидим, уже ощущаем новую волну обвинений в том, что мы будем вмешиваться в нынешнюю предвыборную кампанию. Та-ха! Ну, конечно, будете. А кто бы сомневался-то? Ну, кто бы сомневался? Он заранее говорит, заранее говорит, что будут обвинять. Да ну, правда. Всё верно. Арбидол оказался бесполезным при лечении коронавируса. Ай-ай-ай. В Китае группа учёных провела исследование противовирусных аппаратов. Особенно их интересовала эффективность при лечении коронавирусной инфекции. В список тестируемых попал и арбидол. Исследования показали, что препараты лопиновир плюс ретиновир, а также арбидол для лечения оказались абсолютно бесполезными. Но зато могут вызвать побочные эффекты. И один из побочных эффектов – это любовь к Путину. Понятно, да? Газет.ру. Роспотребпозор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах. И чё, 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 чё? Температуру измерять у всех сотрудников, отстранять с температурой, кашлям, насморком, поносом, геморроем. Ну, в общем, всё понятно, да? Так, Олег Первов исключил понижение цен на бизнес в России. И сделал так. Вот это видели? Всё. Понятно, да? Я не буду читать статью. И так всё ясно. Ребята, скончалась главред русского радио Юлия Ларионова. Она молодая, вот на фотографии-то, да? И чё, чё, как? А, у неё онкология была, оказывается. Ой, совсем молодая девчонка. 75-го года рождения. Ну, чё, 45 лет. Да, жалко, жалко. Так, упс, чё у меня тут ещё? Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге. Что интересно, здесь фотографии этого самого Максима Леонидова, да? Ну, знаете, да? Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Вот когда он пел эту песню, да? Он потом из Раэль уехал, потом вернулся, да? Вот когда он пел эту песню ещё тогда, бит-секрет, да? Бит-квартет-секрет. Он был худенький такой, вот такой. А сейчас на фотографии такой качок перекачанный. Ну, надо же, а? А, ну чё, 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 я отвлёкся. Задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке. Мы гуляли в парке, к нам подъехали сотрудники, сказали незаконно, и он тут снимает, т-т-т-т-т-т. Ну, вот так. А зачем, что выходил-то, мужик? Зачем выходил? Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног. Ребята, то, что я сегодня рассказывал вот в медицинском своём ролике. Да-да, на пальцах ног пятна синего или пурпурного цвета. Появляются они в первые дни после заражения, остаётся на пальцах ног в течение 7-10 дней. Ребята, мне тут уже две женщины написали, что у меня есть все симптомы, ну, по мотивам того ролика. Все симптомы, кроме яичек, да? Я, знаете, что я хочу сказать? Симптом можно у себя найти любой, вот любой. У нас один приколист там был ещё в институте, вот он один раз зачитал сетку симптомов, вот говорит, скажите, что за заболевание? Мы у себя всё нашли. Слабость, головокружение, плохой сон, там, да-да-да-да-да-да-да. Оказалось, знаете, что это признатие лучевого поражения, радиационного поражения. Ребята, всё у себя можно найти при желании. Так что особо не переживайте, не переживайте. Так, названы лучшие материалы для изготовления медицинских масок. Американские специалисты в ходе эксперимента определили, из каких материалов лучше всего изготавливать медицинские маски в домашних условиях. Бла-бла-бла-бла. Была создана система, распыляющая в воздухе жидкости. Ну, какой материал-то? Материал какой? А, хлопок, фланель, шёлк и шифон. И шифон. Можно делать однобортный, можно делать двубортный. Ну, двубортный кто ходит сейчас? Нет, однобортный лучше. Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом. А Воронеж не просил, да? А итальянские регионы... Ребята, вот как это делать? Я вам сейчас объясню. Почему этот чёртов орбидол начали в Китае использовать? Да, потому что заплатили. Почему Италия всё время просит у России? Потому что в России мафия и в Италии мафия, понимаете? Воронеж якобы не просит, да? А вот Италия просит и срочно Путин туда четыре корабля направит. Обязательно даже. С масками. Назван способ избежать падения российской экономики. Эльвира Сахибзадовна Набиулина говорит. Ну-ка, что, 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 что? Ограничительные меры. Двойной удар. Ну и чего? Так, 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 так. Избежать удастся, если ВВП в третьем квартале текущего года будет восстанавливаться. Как-то это вот всё, знаете, обтекаемо. А если не будет восстанавливаться, тогда чё? Так, и она считает, что снизится на 2,5%. Другого мнения Алексей Кудрин, он считает, падение состоит около 5%. Я считаю, что 116% будет падение. Меня потом вспомните в своей пещере. Фейсбук заплатит 5 миллиардов долларов за утечку информации. Вот интересно. Ребята, такое впервые. Такое впервые в Америке. Заплатит 5 миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей британской фирмы Кембридж Аналитика, которая использовала полученную информацию в маркетинговых целях. А знаете, какие маркетинговые цели? Да, они передавали, да, они заплатили эти 5 миллиардов. Они... Так, вот, смотрите. Последняя строчка. Как ранее писала газета Нью-Йорк Таймс, сотрудничавшая с Дональдом Трампом, фирма Кембридж Аналитика получила данные 50 миллионов пользователей в Фейсбук по всему миру. И использовала это дело. Они присылали рекламу, которая прямо подала в зону их интересов. Ребята, вот это и есть выборы Трампа, понимаете? Вот они, выборы Трампа. Понятно вам? Всё, да. Так, огромная доза ультрафиолета. Поможет ли солнечный свет в борьбе с коронавирусом? Ну, ребят, у меня эта лампа стоит. Я с собаками ухожу гулять, я её включаю. Я когда прихожу, я её выключаю. Она там всё-всё-всё вокруг стерилизует. Так что, да, и вот тут, да, врачи говорят, что да-да-да, помогает. Помогает. И то, что ультрафиолетовое облучение убивает частицы вируса в воздухе, это известный факт. Но, по словам докторов, способов для освещения ультрафиолетом клеток внутри тела не существует. Это как Трамп говорил, помните, да? А, ой-ё, ну ладно. Орешкин. Россия лучше других готова к кризису, но остаться островком стабильности ей не удастся. Да какой там стабильность? Какой там остров? Плавучий остров. Так, и последнее. Профессор Преображенский с Твиттера. Вот смотрите, насколько России хватит денег. Денег хватит, если никто не работает. Прямые потери от карантина – 4-5 триллионов. Потери от низких цен на нефть – 4-5 триллионов. Деньги на поддержку экономики – минимум 3 триллиона. Косвенные потери от эпидемии – минус 5-6 триллионов. Итого, 16-19 триллионов потерь только в 2020 году. Размер ФНБ официально 12,8 триллионов. А потери – 19. Его хватит на 10 лет, да. Ребята, на один год не хватит. Понятно вам, да? Так что, ничего хорошего в этом нету. Ну ладно, жизнь продолжается, ребята. До завтра. Всего хорошего. С вами был доктор Влад и будет завтра обязательно.